Дорогие друзья, всем привет! С вами был Сергей, компания BigJap. В ускоренном темпе, время уже почти 6 часов, привезли очередной автомобиль, очередной степ-угон и опять-таки в город Москва нашему клиенту Игорю. В общем, это 2018 год, конец 2018 года, 3,5 балла оценка, 3,5 DC автомобиль имел замену переднего правого крыла, окрас двух элементов, окрас двери и окрас капота. Как вы можете видеть, здесь по зазорам вообще все отлично, ну то есть это у нас honda степ-угон комплектации спада, не cool spirit, соответственно здесь у нас это передний привод, поэтому нет у нас здесь второй печки, но имеются две сдвижные электродвери, полный мультируй с лепестками переключения передачи со всеми остальными кнопками, широкоформатный магнитол, то есть с широкой диганалью магнитола Gazers, нет здесь подогревов, потому что опять-таки салон у нас не комбинированный, потому что не cool spirit, имеется штатный потолочный монитор, видеорегистратор, открываем дверь, здесь также клиенту была куплена на его другой автомобиль Subaru Forester дверь багажника, как мы можем видеть потолочный монитор есть, но вот климата нет, имеется только вот в таком ручном формате система подачи воздуха теплого в салон, то есть соответственно сзади у нас, печки у нас сзади нет, имеются естественно подстаканники и столики, здесь у нас восьмиместная версия, то есть раскладывать, точнее убирать не буду, сиденья разложены практически в ровный пол, 8С посередине у нас диван, то есть три с половиной балла, 41 тысяча километров пробега и данный автомобиль на минуточку 18 года обошелся клиенту в очень вкусный бюджет, в достаточно недорого миллион пятьсот семьдесят до Владивостока, миллион пятьсот семьдесят до Владивостока обошелся данный автомобиль с пробегом 41 тысячи километров, на сегодняшний день это просто обалденная цена, все это убираем, здесь у нас куча книжечек по аннотации данного автомобиля, что у нас тут еще положим сюда, в общем все что в машине лежит, все клиентам мы отправляем, естественно, а так в целом вообще ровненький автомобиль, то есть максимум какие-то замечания есть, как отмечено в аукционном листе, это здесь вот подмазано на бампере, здесь и здесь, но как бы вот этот элемент он небольшой, его можно также в случае чего перекрасить, и на пороге имеется здесь вот по низу замечание, то есть также краской подмазали, а так абсолютно ровный кузов, то есть один элемент поменяли, два элемента окрасили и кое-где по низу вот по задней части подмазали, так что остальное вообще в идеале полностью ровненький автомобиль, еще и за такие по сути как бы не высокие деньги, то есть на сегодняшний день, если бы он был с оценки четыре с половиной балла, то оценником он был бы значительно дороже, как минимум, ну как минимум тысяч на 150, а то и на 200 был бы подороже, на сегодняшний день, с сегодняшними расходами и фрактом в 1200 долларов, ну а так все остальное здесь штатно, как и в каждом другом стоп-угоне, в некоторых конечно идут камеры кругового обзора, здесь этого нет, как и в большинстве вариантов, но повторюсь, руль полностью, точнее полноценный, со всеми кнопками, 41 тысячи километров, естественно, также считывают дорожные знаки и все остальное, в общем две сдвижные колпачок, две сдвижные электродвери, окей режим, система приточения столкновения и выезда из полосы, все здесь и имеется, для наглядности под капотом сейчас покажу, то что там никаких деформаций внутренних нет, автомобиль на 17-х липых дисках, то есть в отличие, опять же, от полноприводного, полноприводные все идут на 16-х колесах, переднеприводные на 17-х, то есть можем видеть, крыло было поменено и как здесь все грамотно сделали, то есть левая сторона, правая сторона, ну в общем поменять поменяли, все отлично, по зазорам, вот капот закрыли, по зазорам все четко, фара стоит на месте, бампер стоит на месте, здесь также зазор ровненький, по правой стороне зазор одинаковый, переходим на левую сторону, здесь ровно, здесь, ну в общем все отлично, то есть отличий можно сказать нет, ну да, 17-литые диски, колеса передние, ну и задние, в принципе весь комплект под замену на 41 тысячу километров, резина конечно под изношенная, но как бы ничего страшного, с этим клиент уже разобрался, он резину, как я понял, уже поменял, естественно задняя дверь в Аку-Аку, 10 тысяч раз ее будем открывать, постоянно показывать, также были докуплены масла и фильтра, этим уже клиент естественно будет заниматься у себя, то есть это все дело поменяет, ну и все, да, то есть передаем данный автомобиль, сейчас у нас еще несколько степ-вугонов придут, ожидаемых вот-вот, все кто ждет, заждался с автомобиля, скоро они уже придут, чуть-чуть еще терпения, блин, очень много машин из Японии идет и соответственно отправки, 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 естественно я понимаю прекрасно, что многие заждались свои машины, у кого-то они подзадержались, но друзья, чуть-чуть терпения, я сам как и вы за все это дело переживаю, чуть-чуть терпения и всем ваши машинки придут, ну а здесь вот время уже 6 часов, компания транспортная, Грандсервис заканчивает свой рабочий день, и мы поэтому под закрытие к ним приехали, помыли машину, пропылесосили, насколько это было возможно в салоне, на мойке и занимаемся передачей транспорта в компанию, так что Игорь, встречайте, скоро ваш автомобиль переедет к вам домой, по Москве будете кататься и радоваться, и вся ваша семья, все, едем дальше. Итак, дорогие друзья, переносимся на несколько дней вперед, то есть мы уже успели помимо автомобиля, который только что показал в видео, передать несколько автомобилей другим нашим клиентам с города Находкой, они на них уже даже ездят, уже прошло по сути чуть более полутора недель, некоторые из них уже машины на учет поставили, один автомобиль из них на продажу, но о нем чуть позже, скорее всего в данном видео, а теперь показываем следующую партию машин, то есть здесь у нас на стоянке после лаборатории, ну то есть стоят автомобили других, и продавцов, и других компаний, и вот здесь у нас остались два автомобиля, которые мы еще не перекатили, это Nissan Note E-Power и Toyota C-HR, гибрид, GLED комплектация, один автомобиль отправляется, данный у нас отправляется в город Москва, клиенту Максиму, Toyota C-HR, отправляется у нас клиенту Антону и его жене в Благовещенск, здесь также еще стоял один автомобиль, это Nissan X-Trail гибридный, тоже 2018 года, гибридный полноприводный, но я его покажу, мы его перекатили на следующую стоянку, к нему мы сейчас еще подойдем, в общем давайте так, видео буду, да, скажем следующим образом, видео я буду дробить, то есть я буду дробить видео, извиняюсь немного за свое состояние, приболел, буду дробить видео, чтобы они не были по 50 минутам, почти что по часу, я лучше буду делать видео покороче, но их будет чуть побольше, в общем здесь у нас Nissan Note E-Power 2019 года выпуска, на светодиодной оптике, на сонарах, камерами в круг, повторительными указателями поворота, бесключевым доступом, полным мультирулем, исключение то, что здесь нет у нас системы про пилот, но здесь есть круиз-контроль, есть управление мультимидной системой, обалденный классный коричневый цвет кузова, штатные литые диски 15 радиуса, то есть 15 диаметра и летняя резина, ну в принципе неплохая по остатку. Автомобиль у нас имел оценочку R, несколько элементов были заменены, но так вот в общем и целом этого по кузовным работам вы не определите, да, они немного грязные, потому что все-таки по Владивостоку их с лаборатории доставляли сюда ребята, и они ждали пока мы получим ПТСки, но вот сегодня мы их вроде бы оплатить оплатили, забрать забираем, но перекатываем на другую стоянку чуть подешевле, чтобы клиенты не переплачивали лишнее, но ПТСки по ним пока еще не получены. В общем здесь у нас тканевый салон, коврики такие вот симпатичные, но в целом по кузову здесь и по салону вообще вопросов никаких нет, то, что было поменено-поменено крайне, ну скажем так, отлично все сделали в Японии, здесь у нас обычный комплект, насос, баллонник, домкрат, в общем все здесь есть. Все, закрываем, да, с автомобилем пришел один регистратор сзади, второй регистратор у нас на лобовом стекле сверху, сейчас мы к нему подойдем, сонары в круг, вот получается один регистратор у нас сверху, один сзади, здесь у нас вот такой вот компьютер, но включать его не буду, потому что он будет опять же пиликать как видеорегистратор без SD-карты, пиликает без конца. Получается, здесь у нас маленький компьютер, который выдает какую-то определенную информацию, но для того, чтобы мы ее видели, необходимо ставить SD-шку, но SD-шка не пришла пока что. От японца достался вот такой вот неплохой, достаточно крепкий держатель под телефон. Мультимедийная система штатная, точно такая же сейчас мультимедийная система будет стоять и в Nissan X-Trail, который мы вам чуть попозже покажем. Так, в общем, что касаемо пробега, то у нас 38 991 километров данного автомобиля, бак полностью пустой. Ну, друзья, вот, допустим, в Toyota C-HR, сейчас у нас было большим удивлением, здесь у нас не половина бака и не пустой бак, здесь вообще полный бак японского качественного топлива. Но к нему чуть позже вернемся. Также у нас, как и во всех Nissan Note'ах последних поколений, все системы присутствуют при точении столкновения, выезда из полосы, удержания, точнее, система анти-юза. Все это здесь есть вообще абсолютно штатно. Одним из основных критериев по данному автомобилю клиента Максима был обязательное наличие круиз-контроля, ну и, соответственно, в определенный бюджет необходимо было его приобрести. Автомобиль, как и все остальные, конечно же, у нас, к сожалению, в цене подрос и составил в итоге, можно сказать, что 800 тысяч рублей, но здесь у нас 2019 год, почти что 39 тысяч пробега автомобиль с круиз-контролем, то есть полным мультирулем, с камерами по кругу и сонарами. В целом это отличная цена. Что у нас дальше? Ну, то есть, как я сказал, вот здесь у нас маленький компьютер для какой-то информации, то есть драйв-рекордер, я, честно говоря, у меня такой штуки никогда не стоял, они периодически приходят, но чаще всего они приходят без SD-карт, и мы, когда SD-карты приходят, клиентам досылаем, если они приходят, клиенты покупают их сами, и потом уже смотрят, что конкретно выдает этот маленький компьютер. С автомобилем пришел дополнительный также бонус, это вот такой вот достаточно крепко стоящий, крепко держащийся держатель под телефон. Два регистратора, как я сказал, один на лобом стекля, второй сзади. Электронный климат-контроль, соответственно, потому что на нотах e-power не устанавливается. Механический климат. Два бардачка. Куча макулатуры по автомобилю, но это доставать мы не будем. Здесь у нас от японца японские салфетки вытирать, ну да, вытирать, получается, лобовое стекло, как я понял, микрофибра. Камеры кругового обзора. Здесь, по сути, у нас 5 камер, то есть то же самое, как в X-Trail, Nissan Siren и Nissan Note, e-power, либо не e-power, не важно, идут 5 камер. То есть либо могут быть камеры только одна заднего вида, либо камеры кругового обзора. Если камеры кругового обзора, то их будет всего 5. Почему? Потому что две камеры у нас находятся в задней двери багажника. Одна сверху, вторая в штатном месте выше номера регистрационного, то есть выше номерной рамки. Почему пятая? Потому что пятая камера у нас показывает в режиме цифровом, происходящая за автомобилем в момент движения. То есть в любой момент времени эта функция у вас может работать. Либо переключить на обычный режим обычного штатного зеркала. Ну и также можете переключать остальные режимы. Здесь вот она регулируется, камера от этими кнопками по яркости, по углу, по наклону, вверх-вниз, слева-вправо. Камера кругового обзора здесь у нас проецируется в небольшом окошке. Камера передняя, включаем следующий режим. Левая камера для боковой парковки вдоль бордюр и опять же передняя камера. Включаем обычный режим. Все. То же самое у нас и проецируется и на мультимедийной системе. Абсолютно все то же самое. Но мультимедия у нас просит SD-карту. SD-карту мы посмотрим среди капитанской почвы, которая подошла. Здесь у нас, как и у всех нотов, то есть имеется два подстаканника. Так, в SD-шках здесь у нас ничего нет. Это у нас вообще переходники. Здесь у нас подзарядник, небольшой кармашек, джойстик. То есть это не сам нот E-Power. Соответственно, здесь у нас, я уже показывал такие ноты, да. То есть установлена коробка передачи редуктор, установлен электромотор, который является основным движущим элементом, который приводит колеса. А двигатель внутреннего сгорания выступает в качестве генератора. Соответственно, автомобиль обладает, повторюсь, отличной динамикой и небольшим расходом топлива. Ну и классический ручник. Места в салоне много и, в общем, весь этот автомобиль обошелся клиенту в 800 тысяч рублей. Пойдемте откроем подкапотку. Откроем подкапотку. Покажу вновь инвертор, двигатель внутреннего сгорания. Он у нас подзаряжает данный двигатель. То есть все. С помощью этого у нас колеса и приводятся в движение. Ну и также с автомобилем, на автомобиле пришла вот такая вот, точнее, ну не пришла, она была установлена предыдущим владельцем, антенка, для боковой парковки. Хотя, с другой стороны, это уже прошлый век. Зачем это было устанавливать, не знаю. У нас здесь есть сонары по кругу, у нас здесь камера кругового обзора. Все это было сделано абсолютно зря. В общем, все. По данному автомобилю мы закончили. Не будем растягивать это все. Мусольд одно и то же. Переходим к следующему автомобилю. Итак, да, здесь у нас 2017 год выпуска, 12 месяц, 4,5 балла оценка, 75 тысяч пробега, GLED комплектация, то есть туманки, полностью головная оптика на светодиодах, сонары по кругу, камера заднего вида, гибридный на 18-х литых дисках с размерностью резины штатной 225 на 50. Белый перламутр, безключевой доступ, полный мультируль, круиз-контроль, автосвет, удержание в полосе при трещении столкновения всего автомобиля имеется. Полный бак топлива в автомобиле заправлен с Японии, японским топливом. Видеорегистратор на лобовом стекле, зеркало с автозатемнением, комбинированная отделка салона, ткань с кожей, имеется подкачка поясничного упора, два подстаканника, два USB. В общем, буду перечислять все по-быстрому, потому что суеты много, работы много, все не успеваем. Некоторые автомобили пришлось отпустить, не отсняв их, но мы это наверстаем чуть позже, встретившись с клиентами. 4,5 балла оценка, весь абсолютно ровненький, 75 тысяч километров пробега. Достаточно широкая тойотовская магнитола установлена в данном случае, очень часто они здесь и стоят. Имеется подогрев сидений на три режима, что водительского, что пассажирского. Два электронный климат-контроль соответственно в данном автомобиле, другого здесь не устанавливается. Два USB, как я и сказал, и два входа под зарядку. Автомобиль полностью кожаный и имеются такие вот лакированные вставочки. Подлокотники у нас еще один выход под зарядку, ну и подлокотник достаточно глубокий в целом. Места сзади не так уж и много. Двери открываются как у Nissan Juke или как Honda Vizel. Места сзади не так много, но, допустим, при моем росте здесь смело смогут расположиться два человека. Однозначно третьим человеком будет чуть-чуть теснее, хотя и три человека здесь сядут. Здесь у нас коробочка вот в виде регистратора. Здесь у нас спрятаны зеркала штатные, потому что не штатные с антибликовым покрытием у нас были установлены еще японцем. И он штатный положил в салон. И также имеется функция слепых зон. В первом утре, конечно, смотрится отлично. Но сейчас у нас подают еще сейшеры других цветов. Один из них будет с черной крышей, комплектация G-MOD NERO. Кстати, да, здесь очень классный запах в салоне. Если бы знал, где этот ароматизатор, может быть, он где-то спрятан под сиденьем, не знаю, я бы, в принципе, его и своей жене такой бы поискал. Очень классно пахнет, дорого-богато. Что касаемо багажного отделения, смотрим. Здесь у нас два органайзера абсолютно одинаковые. Один открою, второй открывать не буду. Потому что что в одном, что в другом, в принципе, все то же самое. Там чисто, чинно, ничего там не было. Имеется полочка в багажнике. Здесь у нас органайзер, пена, компрессор, домкрат. Ну, в общем, все, что полагается, все здесь есть. Данный автомобиль в гибридном исполнении предлагается только в переднеприводном исполнении. Полноприводные могут идти только на моторе 1.2 турбо. Там либо передний, либо полный привод. Как мы уже видели, здесь вообще, в принципе, так же все отлично и все в идеале. 75 тысяч пробега. Но обратите внимание, то есть сама получается вот эта вот эко-кожа, да, как проще сказать, винил. Она имеет разную фактуру. То есть здесь чуть помягче, она здесь чуть потверже. Но она не деформировалась практически от слова совсем. То есть вот водительское сидение также не имеет никаких следов. Потому что, допустим, что касаемо марки Subaru, то у Subaru очень часто вот эти вот места страдают. Там дубовая такая эко-кожа. Здесь же у Toyota в этом плане хоть 200 тысяч пробега будет. В принципе, ничего не станет. Дверные карты здесь у нас идут из пластика. И они такую рифленую поверхность имеют. Очень интересно смотрится. Ну, где-то лак, где-то мягкий пластик. А здесь у нас также подлокотники из эко-кожи. Под капотом, повторюсь, 1,8 литра мотор с гибридной селовой частью. То есть тот же самый мотор, который устанавливается на Toyota Prius, на Toyota Noh, Voxy, Esquire. И на некоторые другие автомобили, которые имеют объем 1,8 литра. То есть этот мотор устанавливается на большую линейку автомобилей марки Toyota. В общем, обошелся нашим клиентам Антону и его жене этот автомобиль 1,4 миллиона рублей. За этот автомобиль, за этот пробег и его состояние. Это обалденная цена. Если честно, им очень сильно повезло. У нас, повторюсь, еще идут несколько купленных Toyota CH-R в разных комплектациях с разным оснащением. Их мы тоже покажем. Конечно, в идеале было бы выстроить их все здесь в один ряд все вместе. Но чисто физически не всегда успеваем. Вот видите, то болеем, то порой даже камеру в руки взять нет возможности. Допустим, погода не позволяет, ветер сильный, либо там клиенты торопятся. Но несколько автомобилей, порядка 4 штук, мы еще в это видео постараемся запихать. А все остальное мы будем дробить. 3, 4, 5, 6, может быть 10 автомобилей. Если будут стоять ряд, мы будем их запихивать в одно видео. Но будем стараться видео не растягивать на 50 минут, потому что смотреть на самом деле это не совсем просто. То есть я так понимаю, что все-таки полчаса для видео самое оптимальное. Поэтому здесь мы заканчиваем, передвигаемся дальше, не будем больше тянуть резину. Едем к следующим автомобилям. Итак, друзья, переносимся в следующий день. И мы уже забрали на днях также Nissan Leaf нашего клиента Андрея с города Красноярск. Это, скажем так, один из самых долгожданных был автомобиль, потому что шел он долговато, скажем так, по-честному. Он стоял далеко-далеко в Японии, в порту, где не так часто ходят рейсы. Ну, в общем, не суть. Автомобиль в итоге пришел. Все соответствует полностью аукционному описанию. То есть здесь у нас 4 балла оценка. Это, на минуточку, Nissan Leaf. 40-киловаттный Nissan Leaf 2019 года выпуска с оценкой 4 балла. И у него здесь 12 тысяч километров пробега всего-навсего. У нас светодиодная оптика, сонары по кругу, штатные литые диски, летняя резина 2019 года. Все здесь абсолютно по штату. У Nissan Leaf в данном поколении в 40-киловаттном исполнении уже порядка 150 л.с. идет безключевой доступ. Встречается версия еще с камерами в круг, но здесь версия попроще. В G-шках на максимальных комплектациях там камеры в круг имеются. Но здесь, в принципе, есть все необходимое. Подогрев руля, систему держания, предотвращения столкновения, полный мультируль. То есть радарный круиз-контроль. Управление, естественно, мультимедией и бортовым компьютером. Что касаемо мультимедиа, то на русский язык клиент уже переведет сам. Мы уже, соответственно, нашли человека, который с этим поможет. Там все сделают. Что касаемо бортового компьютера, то это тоже через Leaf Spy. Все будет сделано. И здесь также все будет абсолютно показываться на русском языке. Что по оснащению. Здесь у нас электронный климат-контроль. Он на кнопочках. Имеется два подогрева сидений на водителя и на пассажира. И также, естественно, автомобиль запускается с кнопки AUX и USB-выход. Ну и как в предыдущем поколении Nissan Leaf джойстик тоже сам. Кстати, вот такой же джойстик вы могли наблюдать в данном же видео на Nissan Note E-Power. Потому что Nissan Note E-Power частично позаимствовал именно техническую начинку от как раз и автомобиля Nissan Leaf. Что у нас дальше? Ну вот он получается аукционный лист. 4 балла оценка. Ну то есть что один, что другой. Это два одинаковых абсолютно аукционных листа. У нас здесь и замечание. Это только на левом пороге. Где-то есть какая-то царапинка по правой двери. А один. Давайте в очередной раз к этому вернемся. Всем скептикам, всем, кто сомневается в чем-то. Автомобиль вот помыли. Автомобиль помыли. Но кроме капель я, честно говоря, тут каких-то царапин не вижу. У нас отмечено то, что есть царапины на водительской двери. Но, скорее всего, речь вот про такие вот вещи. Вот про такие вот скольчики. Потому что больше я ничего здесь не наблюдаю. Может быть еще вот эта вот маленькая царапинка. Ну то есть вот эта и есть А1. Я уже устал повторять некоторым клиентам. Сергей, вот на аукционном листе везде отмечено А1. Ну уж извините. А1 вот, говорит, царапины здесь, царапины здесь. Вот на камеру вообще не будет видно, где есть эта царапина. Вот я встал, я ее уже не вижу. То есть вот это все и будет А1. Самое, что у нас здесь заметно, это на заднем бампере. Но это сейчас мы отвезем к маляру. Он все это дело исправит. То есть получается вот здесь. Ну это все в аукционном листе было изначально отмечено, когда автомобиль торговали. Думали, что здесь что-то попроще. Но как бы здесь придется немного зашкурить, подклевать. И соответственно покрасить два цвета. Здесь чуть-чуть. Но не знаю, либо что-то грузили, либо что-то выгружали. Что у нас получается в багажнике? О, багажнике. Багажник достаточно глубокий. Большой, скажем так. Зарядное устройство с автомобилем сразу пришло. То есть здесь переживать не стоит. Абсолютно все с автомобилем приехало. Так, ну туда мы, известно, не залезем. Сидения у нас складываются. Но не скажу то, что прям в ровный пол. Ввиду анатомических особенностей определенных. То есть ровный пол здесь никак не получится. Но тем не менее, для пассажиров второго ряда сидений места здесь более чем достаточно. Единственное то, что у нас все-таки здесь имеется тоннель. Но два человека я как минимум буду сидеть с полным комфортом. Им ничего мешать не будет. То есть обошелся конкретный автомобиль к нашему клиенту Андрею под ключ до Владивостока в миллион восемьсот тридцать. Кто-то скажет дорого, кто-то скажет нормальная цена. Я всегда оглашусь тем, что цена нормальная. Потому что это девятнадцатый год выпуска. И это 12, почти что 13 тысяч километров пробега. Вообще, в принципе, когда автомобиль этот разыгрывали, ставили на него бюджет значительно выше. И это у нас иксовая комплектация. Все, аксоники сейчас уберем. В общем, вот такой вот автомобиль. Абсолютно весь ровненький. Кроме его данного замечания. Но это мы сейчас по договоренности с клиентом поедем и будем устранять. А так, автомобиль, конечно же, приобрел совершенно другие формы кузова. И вот именно в этом кузове мне лифт начал нравиться. Потому что в предыдущем поколении у него была не особо такая несуразная форма. А вот уже в данном кузове лифт достаточно интересный стал автомобиль. Плюс ко всему то, что здесь 40 киловатт батарея. Вот автомобиль, когда мы забрали, когда лифта забрали с СВХ, ну, точнее, со стоянки после лаборатории, у нас запас хода был ну, почти что на 180 или на 190 километров и рисовало 70 с лишним процентов батареи. Сейчас у нас ровно 50 процентов. Ездим мы в эко-режиме. Причем, включая эко-режим, двигатель значительно менее резвый. Прямо значительно менее резвый. Но как только вы отключаете вот эту вот клавишу, ну, включаете, зажимаете, неважно, клавишу эко, ее, соответственно, деактивировали. При том же самом усилии на педаль автомобиль просто выстреливает. То есть динамика, конечно, у электричек феноменальная. 150 лошадей всего-навсего, казалось бы, но это электрические лошади. Едут они совершенно по-другому. В общем, рассказывать много в очередной раз не буду, потому что сейчас нам надо будет купить резину, надо отвезти на покраску, надо купить коврики. Это все, может быть, вы еще увидите в видео. И потом мы уже будем отвозить, скорее всего, на следующей неделе автомобиль в транспортную компанию. Все, по данному автомобилю мы, скорее всего, закругляемся. Едем, доделываем дела и приступаем к следующим автомобилям. Не знаю, возможно, в данном видео это будет крайний автомобиль, возможно, нет. Посмотрим, что мы сегодня еще успеем забрать. Если что-то еще появится. Окей, значит, соответственно, отснимем. Нет, значит, снимем уже и покажем в другом видеоролике. Так что оставайтесь с нами и не переключайтесь, следите за нашими видеороликами. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в Нельзяграмм и также все видео дублируются на канал Яндекс.Дзена. Оставайтесь с нами. Кстати, да, немаловажный момент. Стою на стоянке, здесь очень много автомобилей корейских, то есть привезенных из Кореи. Напрямую, то есть здесь, как стоят автомобили из Японии, японские, так стоят и автомобили корейские из Кореи. Не стоит забывать о том, что я уже говорил, что мы тоже сейчас принимаем заказы на автомобили из Кореи. Там пока что еще есть, что выбрать. Рынок, конечно же, там не настолько обширный, как в Японии, но тем не менее, кто хочет успеть, тот покупает, успевает. Автомобили там торгуются, ну, скажем так, нормальное количество, достаточно интересных. Повторюсь, в основном это европейские бренды и корейские бренды. Что касаемо японских марок и моделей, то их там представлено не так много. Опять же, что касаемо чистокровных корейцев, допустим, паркетников, то они в основном будут на переднем приводе. То есть передний, либо задний привод. То есть полноприводных версий там встречается не так много. То есть когда вы вдруг захотите себе заказать какой-то паркетник, имейте это в виду, что найти полноприводный вариант достаточно непростая задача. Да, автомобиль может быть, как вот, допустим, данный Палисад или как в Kia Sorento. Вот такой вот большой, по сути, ну, городской джип, да, паркетник. Но привод у него, вероятнее всего, будет неполный. Так что не забывайте об этом. Помните, в случае реального желания заказать автомобиль скорее. Поехали дальше. Так, ну, а вот вам явный пример привоза автомобилей из Кореи с левым рулем. То есть в данном случае 2018 года BMW 5-ка, дизельный, M-пакет, белый цвет, белый перламутр. Так, уже вот привезли в транспортную компанию. Гранд сервис, как обычно, сейчас будем отправлять. То есть кожаный коричневый салон. Пробеги от 90 с небольшим тысяч километров. Автомобиль с люком. Подлокотничек, ковры. То есть в Корее постоянно вот такие вот ковры идут на автомобилях. Везде у нас обозначение M-пакета. Имеются шторочки. Штатные литые диски. То есть автомобиль сам, по сути, штатный. То есть это привезли не мы. Ну, пока, по крайней мере, не мы. Но мы, соответственно, это все можно привезти. Сейчас попросили просто у нас, ребята, автомобиль докатить до транспорта. Вот мы им помогли. То есть пятерка BMW. Задний привод, дизель. Сейчас вот уже занимается оформлением. В общем, обошелся он, как они мне сказали, в районе 2 миллионов 400 тысяч рублей. Вот, пожалуйста. В принципе, здесь отличное состояние. Здесь максимум то, что было. Это был один косметический ремонт правого переднего коварта. Остальное в родном окрасе, толщиномером. Я это все дело, естественно, проверил. Так что, если вдруг кому-то будет интересно, вот вам, пожалуйста, явный пример. То есть привезти из Кореи можно все, что с левым рулем, естественно, там и продается. Это корейские модели всевозможные. Это европейские бренды. Мерседесы, BMW, Audi и прочее. В том числе и Porsche, Lamborghini. В общем, все, что угодно. Если вдруг кому-то будет интересно, пишите, звоните, прочитаем. Ответим и привезем. Итак, друзья, и переносимся в очередной следующий день. Заключительным автомобилем, который я сегодня буду вам показывать, это автомобиль Honda Inside 2009 года выпуска, который был привезен, по сути, нашему клиенту на перепродажу. Да, повторюсь, мы помимо того, что возим к нашим клиентам автомобили в личное пользование, также еще и привозим автомобили на продажу. Так что сейчас вашему вниманию. Honda Inside 2009 года выпуска. 4 балла оценка. LS комплектация. То есть, это, можно сказать, одна из самых максимальных комплектаций. Здесь у нас мотор 1,3 литра. И это гибрид. Это гибрид-ассистент. Но, тем не менее, в принципе, неплохая динамика. И дополнительная батарея, которая помогает автомобилю экономить немного топлива. В общем, здесь у нас 4 балла оценка. Абсолютно, абсолютно весь в родном окрасе. Автомобиль не имеет никаких замечаний в виде замененных элементов, либо подкрашенных. Единственное, у нас имеется небольшая мятинка У-3. Так, вот здесь вот небольшая мятинка. Вот это вот У-3. Ну, то есть, машина немного припыленная, но при желании это все можно сделать за 2-3 тысячи рублей без покраски. Опять же, потому что красочное здесь не повреждено. У мастеров по ПДР. То есть, те, которые делают с помощью крючков, присосок. То есть, если вдруг будет какой-то человек заинтересован в покупке данного автомобиля, цену я озвучу в конце обзора на данный автомобиль, можно будет сделать. И потом, соответственно, заберете данный Honda Insight себе. В общем, давайте пробежимся в круг. То есть, здесь у нас установлены штатные литые диски, которые присущи данной комплектации. Размерностью резина 185-55 на 16. Литые диски, соответственно, 16. Спереди тормоза у нас дисковые, сзади барабанные. Это лифтбэк. Вот таким вот образом выглядит его филейная часть. То есть, этот автомобиль создавался как конкурент Toyota Prius в 20-м кузове. Ну, а сейчас многие уже видели, Honda Insight вообще, в принципе, поменял полностью всю свою философию, как кузов. И это, по сути, сейчас скорее седан, нежели лифтбэк. Но, скажем, кому привезем новый Honda Insight, тогда уже покажем видео. А пока занимаемся обзором этого. Давайте, раз мы пошли с филейной части, откроем багажник. То есть, вот таким вот образом багажное отделение у нас открывается. Имеется шторка в багажнике. Складываем ее. Здесь у нас вот такой вот пол. Вот эта вот полочка, она может опуститься у нас чуть-чуть ниже. Тем самым, соответственно, немного увеличив полезную площадь. Либо поднимается вверх. Ну, и здесь у нас компрессор. В общем, стандартный набор без колеса. То есть, много времени уделять этому не будем. Все, ставим все на место. Шторочку на место. Так что много времени тратить не буду на автомобиль, чтобы не растягивать видео. Сразу покажу нищие. То есть, ржавчины нет. Двигатель вообще в идеале. Ходовая часть в отличном состоянии. Все классно. Кстати, резина здесь достаточно жирная. То есть, вот даже по примеру заднего колеса, ну, как минимум на два сезона точно хватит. А там уже в зависимости от пробега, сколько вы наматываете. Так, это у нас тут маркером мазанул, но как бы это мы все уберем. Это даже ногтем снимается, то есть, за это переживать не надо. Что касаемо каких-то мелких коцок, то они здесь есть. Это вот, получается, опять же, чья-то чужая дверь. Это мы тоже заедем, это все сполирнем. То есть, это тоже ногтем можно срапать, но этого делать не буду. То есть, это мы все отполируем. Это мы все отполируем, это все уберем. Краску уберем, эти царапинки тоже. Так, по поводу передней части, опять же, так, это комплектация ЛС, то у ЛС комплектации в штате идут туманки. В комплектациях просто G, L-ках этого нет. Есть еще версии с мотором полтора литра. Комплектация Executive. Кстати, один такой автомобиль мы сейчас вот на неделе будем забирать. Нашего клиента, опять же, с находки. Его вам тоже покажем. И расскажем, сколько обошелся. Но здесь у нас получается линзовая оптика и туманки. Все по поводу передней части и задней па смотрели. Переходим в салон. Смотрим, что он себе представляет. То есть, достаточно широко открываются двери. Двери, в принципе, достаточно длинные. Салон у нас здесь комбинированный. То есть, синяя ткань отделки сидений. Частично синяя панель. И, соответственно, остальная половина у нас в виде бежевого цвета. Салон достаточно ухоженный. То есть, подлокотник у них часто страдает. Но здесь все в идеале. Сиденье также в идеале. Можно, кстати, сделать немного влажную уборку. И тогда он будет вот такой же матовым. Именно сама сидушка. Полный кожаный мультируль. Здесь у нас по правой стороне управление бортовым. По левой стороне управление мультиминной системой. Подключение к телефону. Климат-контроль у нас здесь электронный. То есть, на всех Honda Insight он выглядит именно подобным образом. То есть, никаких других вариантов нет. Здесь маленький кармашек. Здесь у нас выход под тюльпаны. Здесь под розетку. Кстати, есть еще подсветочка. Вот она здесь светится. Японец оставил кучу карточек. Где он, что тут ездил. Можно, кстати, проследить. На всякий случай оставим будущему владельцу все эти карточки. Мало ли, вдруг ему будет интересно посмотреть историю эксплуатации данного автомобиля бывшим владельцам. В бардачке у нас ничего нет, кроме номера лота 10163. То есть, можете в статистике проверить. Второй ряд сидений у нас в принципе. В принципе. Да, неплохой имеется подлокотник с двумя подстаканниками. Его убираем. Ну, в принципе, практически ровный пол. То есть, здесь с легкостью сядут два человека, а то и три. Потому что, ну, как минимум, три ремня безопасности у автомобиля тоже здесь есть. Ну, и у каждого сидения, кармашки. Там японец нам ничего не оставил. Под капотом 1,3 двигатель. То есть, объем 1,3 литра. Ну, и суммарно. Честно говоря, не помню, сколько-то суммарно выдается лошадиных сил. Но, однозначно, не более 100 лошадей суммарно у данного двигателя. Вместе с этими небольшими по запасу мощности лошадьми от электротяги. Вот так вот выглядит двигатель. Да, в отличие от некоторых других, здесь он немного припыленный. Машина стояла по Японии два месяца. Не скажу то, что это именно в Японии она припылилась. Но, скажем так, это все можно также и отмыть. Но, тем не менее, здесь мы не видим никаких следов деформации, ржавчины, ничего. То есть, работает двигатель ровно, шепчет. Пробега 138 тысяч километров. Так. Да, 138 тысяч километров. Батарея набивается полностью. Здесь у нас есть еще даже топливо, по-моему, японское. Да, на 175 километров мы в автомобиле когда забирали, в баке оставалось топливо. Так что, все соответствует аукционному листу. Вот таким вот образом выглядит центральная панель. Ну, точнее, приборка перед водителем. Спидометр у нас электронный. И, соответственно, скорость нам показывает в электронном формате. Что касаемо цены. То с продавцом согласовали выставлять, точнее, выставили его уже на дром. Стоит он у нас, продается за 750 тысяч рублей. То есть, естественно, торг имеется. Что касаемо цены, то, в принципе, она соответствует средней цене по данной комплектации, по данному состоянию. То есть, автомобиль 4-х бальный. Со строгого аукциона. У него нет крашенных или замененных элементов. У него не скрученный пробег. У него хорошая жирная резина и отличное состояние. По ходовке ничего делать не надо. То есть, по сути, автомобиль сел и поехал. Все, кому будет интересно, без проблем обращайтесь. По поводу цены она, повторюсь, не крайняя. То есть, торг небольшой, но он, соответственно, имеется. А там уже все по согласованию с продавцом. Так что, если вдруг кому будет интересно, пишите, звоните. Отправим вам этот автомобиль. Если надо будет его чем-то дооснастить, дооснастим. И поставим, соответственно, в транспортную компанию. Получите у себя его дома. Если же вы вдруг местный, без проблем, приезжайте, смотрите. Автомобиль территориально пока что находится в городе Находка. Сюда его перекатили. Но если надо будет показать, Валдиосток, в принципе, готовы отвезти. Потому что туда мотаемся регулярно. Все. По данному автомобилю закончили. В целом, видео сегодняшнее мы тоже заканчиваем на данной ноте. Повторюсь. Все, кому необходимы автомобили с правым рулем из Японии, милости просим, заказывайте. Все, кому необходимы автомобили с левым рулем. Руку испачкал. Все, кому необходимы автомобили с левым рулем из Кореи, без проблем, заказывайте. Заказы сейчас принимаем. Кому надо прочитать автомобили, прочитаем. Ну, только имейте в виду, что это нет такого, что там какой-нибудь палисад можно купить из Кореи за полтора миллиона рублей. Нет, конечно, таких цен там нет. Ну, а с вами был Сергей, компания BigJapan. Подписывайтесь на нас в YouTube-канале. Подписывайтесь на нас на дублирующий канал в Яндекс.Дзен. Там все видео дублируются. Мало ли что вдруг с YouTube-ом произойдет. Переходите по ссылкам на наш Instagram. И не забывайте про Telegram-канал, где публикуются постоянно наши покупки. Где происходит переписка практически ежедневно с нашими клиентами, с нашими подписчиками и так далее и тому подобное. Ссылочки под видео, под каждым, напоминаю, видео. Есть ссылочки, достаточно нажать просто стрелочку и там все это дело вы найдете. Не забывайте об этом, потому что многие спрашивают, как вас найти, где ваши контакты. Все ссылочки, все номера контакта и почта, все внизу по данным видео. Все, будем прощаться. Увидимся в новых видео. Буквально завтра-послезавтра мы едем забирать очередную партию автомобилей. Их там будет очень много и очень много будет интересных. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok